Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Костя Иванов не хочет оплачивать совместный отпуск в Испанию с Сашей Гозес, поэтому девушка решила обратиться к бывшему супругу Илье Кроткову за помощью. Костя рассказывает, «На данный момент по разным причинам у меня нет возможности оплатить поездку в Испанию. Моя половина не желает оплачивать отпуск нам и выбирает из вариантов, например, чтобы оплатил бывший муж и поехал с ней, или оплатить самой и поехать с подружкой. Вот такие дела». Андрей Чуев отчитался о ходе стройки. «Мы сделали септики на три дома и подводки к ним, забор на лицевой стороне участка. На данный момент идет планировка и отсыпка дороги. На днях начнется основной процесс». Глеб Жемчугов внезапно стал доверять своей жене. Он сделал ее своим концертным директором, хотя еще недавно говорил, что Оля с этим не справится и лучше нанять профессионала. Но после ее победы в конкурсе «Человек-года» он сразу же понял, что лучше Ольги не найдет. Сама Ольга счастлива от того, что супруг пересмотрел свое решение и готов с ней сотрудничать. Игорь Трегубенко пригласил жену на свидание в оперу. Он написал в своем блоге. «Сегодня решил разнообразить нашу жизнь и порадовать свою жену». Продюсер телепроекта Алексей Михайловский спалил Татьяну Владимировну. Женщина ушла из Дома-2, потому что за 80 тысяч зарплаты на проекте она не хочет Богу душу отдавать, а вот за 150 тысяч готова. Михайловский написал, «Татьяна Владимировна запуталась в ценах на свою душу, а мы покупать не стали, мы вообще не покупаем, только по любви». Ваня Барзиков на своей родине даром времени не теряет. Он объявил кастинг и подыскивает красоток, которые полетят вместе с ним на остров. «Привет, город Запорожье!» объявляется кастинг на шоу «Дом-2». С собой брать хорошее настроение», пишет Барзиков. Андрей Черкасов снова живет на Доме-2. У бывшего участника телепроекта дома идет ремонт, и ему пока негде жить. Андрей показал фотографию своей новой квартиры, в которой полным ходом идет ремонт. В сети появилась фотография, на которой представлен окончательный результат перезагрузки участника Дома-2 Венцислава Ленгржановского. Зрители остались в большом восторге. По мнению восторженных поклонников, Венчик стал симпатичным, чем-то похожим на Брэда Пита и на Джорджа Майкла. Ольга Бузова опубликовала видео, на котором выставила своего мужа под каблучником. «Всем настоящим джентльменам посвящается», написала Бузова. «Девочки, отмечайте своих каблуков и выкладывайте свои видео под этим хэштегом». Большинство подписчиков не одобрили такое издевательство над любимым ради каких-то видео в соцсетях. У Маргариты Агибаловой Марсо был день рождения. Девушке исполнилось 26 лет. На Кипр к ней специально прилетела мама Ирина Агибалова, чтобы поздравить свою дочь. Рита пишет «С годами я стала достаточно закрытым человеком. Я не подпускаю к себе близко посторонних людей. Рядом со мной остались только мои люди, которые любят меня, а я их. Мне есть к чему стремиться, и я не упущу своего шанса. Однозначно». Муж Риты Павел Марсо подарил ей роскошное кольцо. Рита показала украшения своим подписчикам. «Согласна, любимый, выйти за тебя еще и еще раз замуж. Хоть тысячу раз». Стоимость украшения, по некоторым данным, около 80 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.